Доброго времени суток, дорогие друзья! Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители моего канала! С вами вновь Ичи, и сегодня в этом подкасте я хочу поблагодарить вас за то, что вас, дорогие друзья, подписавшихся на мой канал, стало уже больше двух сотен! Да, больше двух сотен! Я не думал, что народ наберется так быстро, вот казалось бы, совсем недавно было 150 человек, а уже две сотни! Что же, растем, развиваемся и спасибо вам в очередной раз! Я рад, что это все не впустую, я рад, что вам нравится, потому что я трачу на это все довольно много времени и сил, чтобы заснять, обработать, как-то звук улучшить, насколько я могу сделать это, учитывая, что гудение и тому подобное с двухсотрублевого микрофона, но, думаю, для... ни для кого не секрет, каким может быть! Но-но-о-о! Звук я чищу, видео рендерю и, в общем, да... Сегодня я сейчас говорю немножко нескладно, просто-напросто потому, что я не столь давно проснулся, не столь давно встал, и вот, позавтракал, да и записываю данное видео, собственно! Так что, спасибо вам, в общем, за то, что вы на меня подписались, спасибо вам за комментарии, за советы по прохождениям, которые вы мне даете... В общем, спасибо! Что еще можно тут сказать? Вот. Еще, пожалуй, стоит упомянуть... Э-э-э... да... Стоит упомянуть о некоторых новостях канала. А какие же это новости? Ну, в частности, совместное прохождение того же, например, Бордерлендса второго с Кератом пока что-пока что отложено, по одной простой причине, у него малость не хватает времени, плюс ко всему еще проблемы с интернетом, так что... Пока что не получается, в общем, но как только так, сразу. Какие еще новости? Ну, касательно, например, Майнкрафта... Я сегодня постараюсь сделать по нему последнюю серию, и это будет далеко, конечно, не десятая серия, но я решил просто завершить вот... Сейчас, потому что... Он у меня, скажем так, стал уже висеть немножко мертвым грузом, потому что у меня банально на него порой не то что времени даже не хватает. Скорее, нету особо какого-то желания делать видео по Майнкрафту. А вот почему и как это объяснить, я не могу просто-напросто. Вот, реально. Да и смотреть его, я думаю, не особо интересно вам, в действительности, по крайней мере, большинству. Ведь Майнкрафта уже переизбыток просто, реально, на ютубе, и намного будет лучше, если я его заменю какой-нибудь другой игрой, и... Тем более, игру на примете у меня выше крыши, что можно было бы пройти. Поэтому, поэтому... Заменить, в общем, будет чем, и... Я думаю, что то, чем я заменю, должно вам, в общем-то, понравиться. Ну, а кому не понравится, если видите, другие у меня прохождения. Но, что именно, я буду проходить, к слову, пока что, и не знаю. Потому что на примете, на самом деле, несколько игр. Это и... Анепик. Инди-игра, где, такой, знаете, смесь РПГ и платформера, да? Э, инди-игра. Потом, Medal of Honor 2010 года, выпуска про Афганскую войну. Хотя, шутеры я не особо люблю, и поэтому... Не уверен, что вам будет интересно на то, как я... Ну, в смысле... Так, всё. Извиняюсь, заговариваюсь. Ну, я уже говорил про то, что записываю с утра, и с просонья ещё немножко. Так вот, не уверен, что будет интересно осмотреть на то, как я там нублю, потому что в шутерах я... Мягко скажем, не профи. То есть, если, например, в том же Borderlands 2 я ещё как-то что-то справляюсь со своей тактикой, там, стрелять издалека и всё такое, или переть на проломы и кромсать всех топором, то тут уже так не получится. Пришибить могут, по-моему, довольно-таки ощутимо. Вот так вот. Что ещё у меня на примете? Хотелось бы на канале запустить прохождение Рим 2 Total War, но... Но пока что я не буду торопиться его брать. Во-первых, цена на него тысяча рублей как-то, знаете, великовато. А я хочу всё-таки взять лицензию, если игра будет стоящая. Да и потом игра вот буквально сегодня только выйдет, и как бы, мало ли, вдруг там какие-то баги, недочёты. То есть, это всё тоже играет свою роль. Лучше, по-моему, подождать после релиза какой-то период времени, посмотреть отзывы об игре. То есть, реально, стоит ли в него играть. Есть ли какие-то фишки по сравнению с предыдущими частями интересные, и там... То есть, реально, что-то новый ли это шаг в истории данной игровой серии, или же... Ну, то есть, новая её ступенька развития. Или же просто все улучшения, по большей части, косметические. Но... Если там всё сведётся к тому, что чисто графон-графон, но... Геймплей... Ну да, геймплей, в принципе, в Total War никогда не хромал, но... Там довольно много сомнительных нововведений, по моему мнению, потому что, вот, реально... Ограниченное количество солдат, там, армии, вернее, ограниченное количество именно, вот, боевых отрядов, как бы, на карте мира... У каждой стороны, это вносит свою лепту. Да, с одной стороны, казалось бы, там, если бы это битва за живыми игроками, живыми соперниками... То, да, это может иметь место, как говорится... Потому что интерес определённый поднимает. Какие-то тактические манёвры реально можно производить куда как более эффективно. Потому что, если число отрядов ограничено, то, естественно, если армию перетянуть на один фланг... И при этом какими-то не особо большими силами, то на другой послать свои войска, и, извините меня, противник ничего толком сделать не сможет. Можно будет ударить в тыл. То, вот, в случае с компьютерными противниками в Total War, всё зависит от того, насколько умными сделали разработчики его. Если компьютер такой же туповатый, как и в предыдущих частях, то, в принципе, человеку с достаточно хорошим знанием механики Total War особого труда выигрывать бои не составит. И, как бы, даже на самом высоком уровне сложности никакого челленджа прям такого сурового и не будет. То есть, всё зависит от того, станет ли компьютер умным, или, как в предыдущих частях было, что ставишь высокий уровень сложности, и просто у компьютера там своего рода читы в духе войска, которые он ещё, по идее, нанимать не может, дополнительные деньги, и всё в таком духе. То есть, не знаю. В общем, посмотрим. Возможно, возможно, скажу честно, для проверки, как вообще у меня потянет ли компьютер Total War, кстати, вот, RIM, я имею в виду, второй. Потому что я не уверен, что комп потянет, несмотря на то, что там 8 гигов оперативки и 3 ядра, и вроде бы как на минималке там всё это должно у меня всё равно пойти нормально. Я не говорю про максимальную графику, ну, хотя бы на минималке, может быть, средних настройках. Но всё равно надо будет, в общем, это всё дело потом посмотреть. То есть, возможно, я даже, так, знаете, какую-нибудь демку или тому подобное, если найду, качну, посмотрю, что к чему, то есть, понравится ли мне или нет. А так, а так, если не RIM 2, то я бы хотел очень, на самом деле, попробовать поиграть в Сёгун 2 Total War. Я в него не играл, но при этом летсплеи других людей и тому подобное я смотрел, мне, в принципе, понравилось. Плюс ко всему, мне нравится Япония, и интересно было бы узнать хотя бы немножко поподробнее её историю. И, опять же, я знаю, по крайней мере, вроде бы этот дом есть в Сёгуне. За какой из домов я бы с удовольствием проиграл? А это дом Мас... ооо, стоп, не Масамуны. Это дом Дате. В котором, в том числе, был как раз-таки Дате Масамуны. Человек и... В действительности, по моему мнению, весьма интересный. Возможно, я даже как-нибудь потом у него... Про него отдельно сделаю исторический подкаст. Хотя... Информации на нём написано очень много. То есть, это единственный вариант, если я сам буду как-то выписывать вот какие-то выборочные моменты. Но... Биография просто у него довольно подробно известна. И обширна. Но... Не знаю, в общем, посмотрим. Хотя, конечно, хотелось бы. Ведь... Человек в действительности интересный. И... Недаром же он прозван Одноглазым Драконом. Вот. Что ещё? Что ещё? Скоро, я думаю... Ну, если, конечно, скооперируемся, как получится. Ну, вроде должно получиться. Попробуем с Арису и эгоистом сделать такой по фану чисто скорее. Не столько атмосферной и прочее. Ээээ... 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 Ещё через время немножко побегал за древних. Но... В итоге вот... Перестал. Ну, надоело играться. Тоже, думаю, понятно. Потому что... Когда одно и то же фармишь, фармишь и тому подобное. Ээээ... Не знаю. Поднадоедает. Но пока что вот... Интерес вернулся. Так что, так что. Ну, а так, какие игры ещё на примете у меня на данный момент? Это... Игра вот новая про черепашек-ниндзя. Но, опять же. Я жду, пока там поисправляют баги. То есть, даже если я для пробы буду качать пиратку, а не, опять же, копить как-то деньги или что-то такое на лицензию. Потому что всё-таки хотелось бы начать уже брать лицензионные игры. Потом пиратство, как ни крути, оно... Вот всякие торренты, они чем хороши? Они хороши тем, что ты можешь оценить игру, стоит ли её брать или не стоит. Но всё-таки игры лучше покупать, потому что... Тем самым вы с одной стороны выражаете благодарность разработчикам. И, с другой стороны, не даёте умереть, собственно, игровой индустрией. В том числе, особенности на ПК. Потому что, как ни крути, на консоли пиратить, как говорится, у пиратов, собственно... Да, это автология. Ну, да ладно. Пиратов не особо получается. Там куда как более, по-моему, лучшие системы защиты и всё прочее. А на ПК игра ещё, как говорится, не успела выйти, а уже репак на неё есть. То есть, реально, это всё хорошо. Репаки эти все именно оценить, игру побегать. Да, ну, конечно, когда нет денег, там... Понятное дело, что... Человек, скорее, скачает пиратку и в ней будет бегать, играть, там, и всё такое, изучать мир. Но, но... Лучше покупать игры, ребят, в действительности. Лучше покупать, потому что... Если все начнут пиратить, то, понятное дело, рано или поздно... Разрабы просто плюнут на всё это дело, как-то перейдут, не знаю, на рынок консолей и тому подобное, по-моему. Рано или поздно. Я не говорю, что прямо сейчас, но в перспективе вполне такой вариант возможен. Ну, или придумают какую-нибудь систему защиты, которая не позволит пиратить. Хотя, кого я обманываю. Какую бы систему защиты ни придумали, всегда найдётся тот человек, который всё это взломает. Кедрень и фене. Ладно, ладно. Ну, а так, даже не знаю, что ещё рассказать. Ждите новые серии тех прохождений, которые я уже делаю. И... Ждите того, что скоро всё-таки что-нибудь новенькое на канале, скорее всего, появится. Возможно, это, кстати, ещё будет даже фейбл. Первый фейбл. И да, я человек, который в фейбл не играл. Да, для нынешнего времени это, наверное, немножко дико звучит. Но факт в том, что в фейбл я не играл. Вот так вот. Ладно, ребят, даже не знаю, что ещё сказать. А посему... Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Рекомендуйте мой канал своим друзьям. Подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. И... Всех вам благ. Удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok